Вот, значит, у меня сегодня тема о том, жив-нежив формулярный комитет. Мы немножко всё, вы видите, в провокационном варианте название сделали, потому что, ну, в общем, действительно, ситуация неоднозначная. И иногда бывает трудно отличить закат от восхода солнца. Но сейчас мы, ну, с моей позиции конкретно видим, что солнце заходит. На самом деле, может быть, мы не правы, может быть, просто это затишье перед бурей, и всё на самом деле быстро восстановится. Ну, это некоторые кадры с наших заседаний, выступлений, общений на самых разных рубежах. Здесь вам и Хабаровский край, и граница. Здесь и представлены известные учёные. К сожалению, не все из них живы, и это огромная проблема для нас, то, что происходит. Я напомню, что формулярный комитет рождался под руководством Андрея Ивановича Воробьёва, моего отца, академика, первого министра здравоохранения России. Вначале он сам, будучи министром, создавал некую комиссию по перечню жизненных необходимых лекарств. Но эта комиссия как-то не очень себя показала, не очень хорошо работала. И когда отец ушёл с должности министра, то появились перечни. Один из них был перечнем, который я называю «Аптечка первой медицинской помощи». Это был такой набор советских препаратов для того, чтобы лежала дома. Никакого отношения к лечению серьёзных заболеваний это не имело. И надо сказать, вот к чести Татьяны Борисовны Дмитриевы, к которой я с очень большим уважением отношусь, она была, она пригласила отца возглавить это направление, создать экспертный совет. Ну и было много всяких вещей. Ну, например, отец подавал список, который мы сделали жизненно важных один, расписываясь на каждой странице. А Татьяна Борисовна утверждала другой, потому что в промежутке этот список подменялся. Ну, просто это характеризует ситуацию. Затем бытность министра Шевченко очень активно включилась в эту работу Атона Кинча-Котлински. Благодаря ему экспертный совет был преобразован в формулярный комитет. И мы сделали огромную работу, о которой я чуть два слова скажу. Ну, а потом, когда формулярный комитет, что называется, отлучили от Минздрава, мы перешли в ведение Академии медицинских наук. Михаил Иванович Давыдов нас пригрел. И несколько лет мы работали под эгидой РАМ. Ну, потом РАМ была уничтожена, и формулярный комитет так немножко завис сам по себе. То есть мы продолжали функционировать, но мы уже не были ни в каком ведомстве и работали самостоятельно. Главная функция первичная – это формировать и пересматривать перечень жизни необходимых важнейших лекарственных средств. Ну, а затем мы взяли на себя дополнительные обязательства. Это создание педиатрического формуляра, амбулаторного формуляра, стационарного формуляра. Впервые в мире мы создали негативный перечень медицинских технологий и выпустили справочник лекарственных средств с формулярными статьями на международное непатентовное наименование лекарств, которые издавали мы несколько лет. Он ежегодно переиздавался. Совершенно уникальный справочник. Кроме того, мы участвовали в разработке создания концепции лекарственного обеспечения населения Российской Федерации, которая до сих пор так или иначе функционирует. И в конце нулевых мы создали два доклада. Это формулярный комитет, доклад формулярного комитета о лекарственном обеспечении и доклад формулярного комитета о здравоохранении Российской Федерации. Оба комитета были представлены руководством страны, министром. О здравоохранении мы докладывали в Государственной Думе. То есть это были достаточно серьезные документы, которые в той или иной мере до сих пор тоже реализуются. И можно по пунктам посмотреть, что сделано из тех предложений, которые мы выносили. Члены формулярного комитета постоянно менялись. Первый состав – это были главные специалисты, крупные клиницисты, клинические фармакологи. Постепенно главные специалисты исчезали, появлялись организаторы здравоохранения, региональные представители, представители пациентских организаций, всегда у нас участвовали производители. Но, к сожалению, в десятые годы произошла, естественно, убыль членов формулярного комитета. И здесь очень сложно нам что-либо сделать. Против природы мы побороться не можем. А заменить тех людей, которые входили в самом начале, довольно сложно. Основные принципы работы формулярного комитета – это научность, то, что сегодня мы говорим о системе доказательств. Экономичность – это клиника экономический анализ. Важнейшие принципы – это этичность и законность. И все наши технологии должны с этой позиции рассматриваться. Консенсуальность принятия решений. Никаких голосований у нас не допускалось. И главное – это открытость и прозрачность. Все обсуждения, решения проводятся открытым. В том числе с приглашением заинтересованных сторон и прессы. Это было шоком, когда на заседании нашего экспертного совета впервые были приглашены фармацетические компании. Но я на этом очень настаивал. И это было очень правильным решением. Фармкомпании – такие же участники процесса, как и все остальные. Последние заседания выездные мы провели в 2014-2015 году. В 2014 году мы ездили в Стокгольм. Олег Борисенко, который сегодня будет выступать, нам там устраивал презентацию шведских подходов к оценке технологий. Ну и два последних – вот в Ярославле и Петрозаводске. Значит, сегодня ситуация на самом деле жуткая. В перечне жизненно важных препаратов до 50 препаратов не имеет доказательств эффективности. Правила и процедуры внесения новых лекарств абсолютно непрозрачны, волонтеристичны, ненаучны. Хотя утверждается обратно и всякие псевдоэффекты, включая демонстрацию, как это идет в телевизоре, в интернете. Но это все на самом деле мы понимаем. Все перечни, как обычно, как и было раньше, не имеют прямого отношения друг к другу. Перечень жизненно важных, перечень семейно-залоги, закупки для льготного обеспечения в регионах, закупки для стационаров – это все не взаимосвязано, не взаимоувязано. Никакой нормативной документации по увязке всего этого нет. Ну и самая страшная история – это ценообразование. Вроде бы умная мысль фиксировать цены, но на сегодняшний день скандалы по диэффектуре продолжаются. Самые важные препараты исчезают. В стране нет сейчас 44 препаратов, из них 14 противоопухолевых препаратов. Поскольку не предусмотрены изменения предельной отпускной цены, а препараты дешевые. Это я вам говорю официально, потому что только что было совещание в Росздрав-надзоре по этому поводу. Не предусмотрены методики, которые используются на лекарства в мире. Ну, в общем, вот самое главное, что мы не можем пересмотреть в сторону повышения цены уже установлены. Ну, вот наши данные, то, что мы видим, по данным ДСМ-групп, 1,7 триллиона рублей затрачивается на лекарства в стране. При этом сюда явно не попадают вакцинации, туберкулез, лечебное питание, изделия медицинского назначения. Но при этом отсроченные рецепты, за которыми Росздрав-надзор следит, обнуляются в электронной системе через 10 дней. Это обычная практика, как выяснилось. Месяцами сейчас лежат на складах лекарства по госзакупкам, так как не решены вопросы формализации передачи с федеральным на региональный уровень. Страдают все высокозатратные технологии, в первую очередь гемофилия. Деньги на льготное обеспечение по-прежнему идут через пенсионные фонды. Никто не знает, сколько их, на кого они рассчитаны. Все это неведомо. Мы сделали, наши эксперты, такой расчет. Взяли 795 уникальных номинований основных лекарств, продуктов лечебного питания, до средств, вакцины, изделия меднозначения. И посчитали, сколько же нужно денег. У меня нет времени вдаваться в точное объяснение. Поверьте, они очень сильно промоделированы. Очень точно промоделированы. И получилось, что на основные лекарства нужно всего 3,3 тысячи рублей. С учетом изделия меднозначения 4,7 тысяч. То есть на 150 миллионов человек, на основные лекарства нужно 502 миллиарда, с учетом изделия медицинского назначения 716, а тратится 1,7 триллиона. Причем это в двух разных источниках. Вопрос состоит в том, а где же эти деньги? И вопрос в том, что нам все время говорят, дайте больше денег, ну непонятно, на что их давать, если затрата на самом деле мог быть гораздо меньше. И поэтому мы считаем, что формулярный комитет должен снова начать работать. Это должен быть независимый орган, в чью компетенцию войдут научные обоснования использования медицинских технологий. Спасибо большое. Я передаю...